всем привет с вами фасадыч хотел сегодня показать одну вещь интересная вот иногда бывает так что махаешь дворниками стеклу да они бывают так вот надо проскакивают иногда ровным слоем размазывают просто и только ветром на скорости вычищает стекло надо такие царапки появляются это все зависит от дворников я очень долгое время думал на эту тему каким образом нужно избежать этого долго долго думал мало ли думаю может дворники такие менял много раз дворники менял резинки в них я покупаю дворники которые фактически но меняется к резинка сам сам корпус не меняется меняется только резинка вот кстати вот здесь вот можно видеть сейчас очень плохо настраивается но тем не менее есть вот так вот пальцем убрать сторону вот так то видно отверстие вот в этот отверстие как раз и вставляется резинка и потом она по всей длине засовывается и таким то образом быстро быстро меняется вот ну ладно к чему я сейчас пришел к тому что поводки видите стоят совершенно вот этот поводок он стоит не параллельно стеклу не увидите зазор есть сторона туда и козор вот мне сейчас нужно будет с помощью ключа газового этот зазор отрегулировать то есть я отвожу от стекла зажимаю отвожу от стекла и вот таким вот образом регулирую вот сейчас я поставил совершенно ровно и то же самое я сделал со вторым дворником вот тогда дворник будет не проскальзывать он будет идти ровно параллельно параллельно стеклу вот сейчас он стоит так чуть-чуть не дотащил немножко еще чуть-чуть подниму его и и вот вот в эту сторону вот чуть-чуть дотащу и так вот буду регулировать смотреть пока он не будет параллельно все сейчас он параллельно вот так же поступайте со своими дворниками посмотрите внимательно своей машины снимите дворники и посмотрите в этом конечно есть смысл почему потому что профиль у резинки он не бывает такой треугольный и если он у меня видно на что он как раз и так вот вот он стоит вот так не ровно стоит вот так в камере поближе он стоял неровно и соответственно он ее выгнул если сейчас я поводок выпрямляю он выпрямляет ее и параллельно стеклу скользит и соответственно будет равномерное истирание щетки и не будет зазубренней вот таким вот образом нужно будет поступайте и у вас будет ровно чистить дворник ну вот в принципе результат вот сейчас повернул дворники и и он ее чистит именно чистит то что мне сейчас остались полосы это остались из-за того что резинки надо менять вот резинки менять надо потому что они у меня сносились из-за неправильного угла наклона поводка вот так что теперь поеду магазин куплю резинки поменяю их и будет у меня хорошая и ничего менять на то есть это вот эти полоски вот эти вот полоски это а пропуске именно в резинках может быть песок попал может быть еще там листва иногда бывает может быть чертил что-то по стеклу вот а тогда так прям чисто все нормально все получается сейчас еще менял задний дворник вот сейчас смотрю что с задним дворником у меня заменил я задний дворник на бескаркасный вот каркасная щетка а вот получается бескаркасная щетка и мы можем наблюдать вот у нас есть пропуск я сейчас полил немножко водой или полью сейчас чуть-чуть водой чтобы можно было видно можно было видеть что он ее пропускает вот бескаркасная щетка видите пропускает воду сейчас посмотрим как себя будет вести каркасная щетка кстати видно здесь сейчас тоже есть такой зазорчик если видно вот зазорчик он мне как раз не отрегулировано его нужно будет вы выворачивать вот сейчас я возьму опять ключ рычажковый вот такой вот отведу ее стороночку и соответственно вот так вот я немножко выверну и посмотрю вот сейчас стал лучше сейчас буду ставить каркасную щетку и нужно будет так вот заводить сначала сюда а потом вот так заводишь и внутрь так вот завел и внутрь и вот так идет на себя щелк все вот щетка поставилась сейчас будем смотреть я каркасную щетку и мы можем уже наблюдать да вот так вот он ее смывает все это так себя ведет каркасная щетка а без каркасная щетка проваливается поэтому на заднюю часть всегда ставят каркасную щетку а без каркасная наперед потому что там есть сила давление вот скорости поэтому там без каркасной